Весь бизнес в России, особенно такой, как у нас, социально направленный, он все время в опасности. И вы исходите из того, что в стране быть социально ответственным бизнесменом, быть человеком, который делает какие-то хорошие дела и говорит правду, это опасно. И все время мы говорим о рейдерских атаках, которые, кстати, поддержаны всегда властью. Ни один рейдер без властных структур, каких-нибудь человек, или в погонах, или каких-нибудь губернаторов, или еще хуже, там, в администрации президента, не действуют. И поэтому власть сама разрушает страну, разрушая предприятия, такие, как наши. И опять вопрос, а выживете ли вы? Да, многие за вот эти десятилетия, пока мы шли этим социалистическим путем, развалились. Их захватили рейдеры, разграбили, день, который положен всем, увели куда-то за рубеж. Сделали так, чтобы производство в России стало невыгодным. Мы же бьемся из последних сил, как вы видите, да? А что будет, если не будет Грудинина? Да будет другой, какая разница. Мы же весь, мы все коллективы, думаете, один в поле воин, что ли? И поэтому у меня очень много сторонников среди моих соратников, которые вместе со мной пришли в совхоз и работаем вместе. И молодежь, сейчас очень хорошая молодежь, которая действительно именно такие же социалистические принципы приветствует, поддерживает. А потом мы их личным примером мучим, потому что все-таки только на личном примере вы можете доказать людям, что нужно делать вот так. Поэтому почему не верят в власти? Потому что говорит она одно, а дело ей совершенно другое. Она говорит о том, что мы строим общество социальной справедливости, мы гарантируем конституции бесплатное образование, здравоохранение. А дело ей на самом деле совершенно другое. И поэтому власти не верят. Она злится на оппозицию, говорит, что вот они нас подсиживают. Да нет, просто власть сама сделала так, что люди вообще не верят ей уже совсем. Потому что нельзя одновременно говорить, что мы боремся за справедливость и отнимать пенсии. Ну нельзя этого просто делать. Говорит, что мы поддерживаем бизнес и одновременно увеличивать налоги. Говорит, что все должны жить одинаково и одновременно в правительстве сумасшедшие зарплаты и пенсии, а люди нищенствуют и не могут собрать детей в школу. Ну это же понятно. Нам верят почему? Потому что все живут одинаково. Потому что вот, я уже говорил, что ты выходишь из подъезда, и с тобой вместе на работу идут твои подчиненные. И они видят, откуда ты выходишь. И что ты последним заканчиваешь работать. Поэтому их не беспокоит, что ты, может быть, больше денег получаешь, чем они. Потому что они понимают, что от тебя многое зависит. А какой у вас стиль руководства? Думы рады. Я считаю, что авторитарно. Дело в том, что руководитель предприятия, он нечет большую ответственность. Соответственно, он должен принимать решения и за них отвечать. Я считаю, что нет. Мы слушаем всех до принятия решения. И это такой демократический централизм получается. Потому что ты можешь выслушивать коллектив, профсоюзы, допустим, руководители. Но потом принимаешь решения ты сам. И я не могу вам сказать, что это как семья. Не всегда, например, сыну нравится, какое решение принял его отец. Но это как родные. И сын вынужден подчиняться, потому что это отец. У него авторитет. Он больше знает. И поэтому мы работаем так, что до принятия решения обсуждаем все. Но после того, как принять решение, выполняем распоряжение директора. Может быть, кому-то это и не нравится. Руководитель может принимать неправильные решения в том случае, если ему неправильно докладывают информацию. И вот на тот момент, когда руководитель принимает решение, оно ему кажется единственно правильным. Потом он может корректировать свои решения. Может даже отменить их. Потому что появляются какие-то новые обстоятельства, которых он не знал раньше. Но для того, чтобы принять правильное решение, нужно собрать больше информации. И поэтому я начальник, кто дурак, вот тут не подходит этот тезис. Тут нам другое, что все специалисты высказываются. И я могу сказать, что, например, у агрономов и у механизаторов разные мнения. Или зоотехники агрономы все время спорят по поводу кормов. Ну, там, качество кормов и что нужно делать. И вот тут вот директор должен выбрать на основании всех мнений, на его и правильное решение. Если он скажет, что директор не ошибается, никогда, это неправно. Директор ошибается и часто ошибается. И надо исправлять свои ошибки. Надо признавать, что ты был неправ. Ну, это такой процесс руководства, ничего не сделаешь. А я принцип такой уже давно принял, что вот главные специалисты на предприятии, они являются главными. Они набирают людей, они разбирают, то есть принимают концепцию развития. в своей отрасли. Но вот паритет отношений между главными специалистами, между отраслями, это уже директор. А стратегические направления развития, это тоже директор. Директор должен появляться, на мой взгляд, на предприятии в том месте, где плохо, где хорошо, что ему появляться. Если он доверяет своим специалистам, он должен дать возможность реализоваться, ну, а потом спросить. И мы так и делаем. Вот если совсем что-то плохо, тогда я говорю, слушайте, я вот у вас там на ферме появляюсь только в тот момент, когда у вас кризис какой-то. А до этого зачем я буду к вам приезжать?